Ну, а что в это время делал Сигизмунд и все недовольные вокруг? Ну, конечно, Папа Римский, в первую очередь. Поняв, что вот так каши не сваришься, видят, что внутри даже гуситского лагеря мира нет. Ладно, там великие паны против гусита выступают. Они и сами будут выступать. Так нужно умеренным денег дать. Так, чтобы они почувствовали родство бродяжьей души с нами. Заботу. Заботу, да. И одновременно что? Папа выступает за введение экономических санкций. То есть, начинается постепенная поэтапная экономическая блокада гуситских территорий. У них же там есть, что продать. Чем они и занимались. Они постоянно торговали. У них все было очень хорошо с этим. Но из гуситских областей товаров больше не принимаем. Посмотри, какие древние традиции. Ну, а кто от этого страдает в первую очередь? Например, в этой бедноте она с торговлей ничего не получает все равно. У них есть все, как на подводной лодке, чтобы жить внутри себя. Понятно, что не забогатеешь, но ты с голода не умрешь. Серебро нам самим нужно. И, кстати говоря, рано или поздно серебро у нас попросят, потому что невозможно наложить санкции на нефть, например. То есть, у кого-то ты эту нефть покупать будешь. Точно так же у кого-то ты будешь в средневековье покупать серебро без вариантов. Долго вы без него не протянете. А кто страдает сразу? Так это ж богатая бюргера страдает, которая все на торговле живет просто. А это кто? Так это же умеренные чашники. И умеренные чашники начинают склоняться постепенно к компромиссу с папой римским и императором. Но пока был жив Ян Жишко, этого было сделать вообще невозможно. Попытались его убить. Вполне естественно. А ну а как? Что он же мешает живой? Живого от него толку мало. Значит нужно его убить. Подослали заемных убийц. Охрана перехватила. Жишко спасся. Тогда 6 января войско Жишки вынуждено было столкнуться с еще одним чешским антитаборитским походом, который возглавлял опять Вартенберг вместе со своими друзьями. Путай, и сейчас ословится Яна Мазопочна. Надо ли говорить, что их расколотили опять? А вот что Жишко, конечно, упустил в своей политике, так это Прагу. Прага очень богатая, может привлечь очень много народу. И тогда Пражский союз образует вокруг себя коалицию всей высшей знати. Причем как гусинской, так и католической. Абсолютно неважно. Главное удавить Жишку. То есть этот вопрос нужно было как-то закрывать. Потому что пока есть Жишка, невозможно договориться с оператором. Он битой Жишкой неоднократно так его ненавидел. Кушать не мог. Тут чисто лично. Мы знаем, что если Сигизмунд кого-то по-настоящему ненавидел, остановить его было уже невозможно вообще. И начались очень тяжелые для Жишки военные действия. В конце мая он форсировал в Лтаву. Около впадения туда Эльбы. И подошел к городку Костелец. Это, опять же, очень рядом с Прагой. Таким образом, наверное, километров 25 или около того. Чтобы угрожать Праге и склонить Пражан к договороспособности. И вот тут-то его... Как раз у слияния рек его блокировали очень сильно превосходящие силы Пражского союза. Они умудрились заманить Жишку в настоящую западню. Ему некуда деваться. У него было с собой 300 боевых вазов тяжеленных. Вот куда их девать? В лоб его взять невозможно. Ну, они, конечно, попытались. Но, как обычно, ничего не получилось. Уж чего-чего. А вот за вазами укрыться, держать оборону, Жишка хорошо умел. Ну, что значит? Нельзя взять. Нужно осаждать. Это, в конце концов, у вас же не настоящая крепость. Это же просто вазы. Сейчас подтянем пушки. Опять же, да, деревянные вазы. Их пулей не прострелишь. А из пушки нормально получается. Жишка принялся копать рвы, окапывать эти самые свои вазы, чтобы там именно хотя бы земляную крепость возвести. Ну, хоть как-то хотя бы. И положение его было настолько безнадежным, что понятно, у него кончается провиант. Что-то вы там сможете какую-то рыбу выловить, естественно, из речки. Ну, на всех-то рыбы не хватит. Потом лошадей вы тоже будете рыбой кормить? Тоже не получится. Деваться вам некуда. И в Буду к императору послали гонцов, что Жишку поймали. Это было напрасно. Пока не перепрыгнешь. Потому, что 5 июня, когда стали готовиться к приступу, обнаружилось, что рвы и земляные валы есть, а Жишки нет. Он за одну ночь умудрился все войско со всеми вазами тайно переправить через Эльбу. На другую сторону. А вот никто не понимал, как. Его после этого прокляли как колдуна. Уже не как еретика, а прям как колдуна. Потому, что... Моисей раздвинул воды. В человеческих силах это невозможно. Однако, это факт. Вот он был, и вот через сутки его не стало. Все войско за ночь ушло. Обалдеть. И никто не заметил. Никто не услышал. А там, судя по всему, старинный прием оставили людей, которые около костров. Шумели. Да. Шумели. Ложками звенели. Изображали из себя какие-то там перемещения. Ну, вроде все спокойно. Опять же, сразу говорю, не было разведки. Это сразу тут же понятно, что эти парни в разведку, в отличие от Жишки-то, кстати, совершенно не умели. То есть, если бы там постоянно кто-то терся рядом... Ну, там все ясно. Ты передвижение огромного ваза этого боевого не спрячешь. Одного. А их триста. Жишка пошел в сторону города Часлов. Как раз там, где был Часловский сейм. По правой стороне Эльбы. А прожане принялись его преследовать... По левой. По левой. Смогли его вроде как обогнать. Я подозреваю, Жишка их заманивал. Навели переправу, перешли на ту сторону. И 7 июня 1424 года на Малешевском поле Жишка... У него было что-то около то ли шести, то ли семи тысяч пехоты. Опять же, то ли 500, то ли 700 человек конницы. Ну, и вот те самые триста вазов, которых он с собой забрал. И, опять же, минимум в полтора раза было больше народу у прожан. Которых возглавлял старый товарищ Жишки Дивиш Боржик, который был уже один раз, кстати, бит недавно. Жишка, вот опять же, как он слепой так умудрялся делать? Видимо, у него парни были толковые, которые просто ему докладывали о топографии местности. Вот опять это. Гений использования топографии местности. Он немножко отступил по долине. Поставил там в Эдинбург. Понятно, что сейчас мы там будем опять обороняться. И прожане пошли на Водинбург. Имея в виду, его окружить. Сейчас, как обычно, начнется все это сидение, бодание. Они же сами умели так делать. Они же тоже гуси-то. Они же сами с Жишкой-то вместе воевали. Знакомая тема. Знакомая тема. Но Жишка позволил половине войска войти в долину. И, пользуясь тем, что половина вошла, а половина там в тылу, ударила на нее конницей. Совершенно не отсиживаясь в Водинбурге. И просто вся половина войска, которого... Каковая половина была очень сильно меньше, чем войско Жишки. Она просто развернулась, побежала и смела заднюю половину. Умный был, а? Стратег. Причем там что-то около двухсот человек погибло в войске Жишки. Полторы тысячи потеряли поражание. Дальше упали под ноги Жишки Куржим, Чешский Брод и Нембрук. Это, опять же, такие очень важные города, принадлежавшие Чешскому союзу. Ну, и в сентябре, собрав ополчение уже настоящее большое, всетамарицкое. Жишков стал под Прагой. И вот там-то появился Сигизмунд Карибутович, который в Чехию то приезжал, то уезжал. Вот это была очередная его отлучка. Он прибыл туда. Причем он прибыл уже не как претендент на роль наместника, а как претендент на роль короля. Вот он уже говорит, что все, я буду, будучи королём у вас здесь. Созрел.